Последние исследования ученых заявляют, что спать больше 8 часов вредно. Мол, память и внимание при пересыпах начнут подводить. При этом, копая вглубь аж до самого каменного века, приводят неоспоримые доводы, что сама природа завещала человеку норму сна, равную 7 часов в 20 минут. И здесь команда программы «Добрый ранний Беларусь» растерянно улыбнется. Мол, столько времени для сна — это большая роскошь. Подъемы на рассвете, чтобы разбудить страну в течение долгих лет. Отсутствие дневного сна и ненормированный график. Чем это грозит здоровью и красоте? Если нужно 2 раза в неделю вставать, это намного хуже, чем если нужно вставать целый месяц в 3 часа, тогда биоритмы подстроятся. То есть 3 встал, 8 лёг, и тогда ты так будешь функционировать. Но если ты встал 2-3 раза в неделю, а потом не встаёшь, тогда больше нужно времени для отстраивания этих биоритмов. Врачи подчёркивают, что чем выше сменный стаж, тем больше возникает проблем со здоровьем. Даже если вам кажется, что хронические ритмы сверх ранних жаворонков вам подходят. Ведь в промежутке с полуночи до 4 утра у человека вырабатывается гормон мелатонина. Нехватка мелатонина чревата многими последствиями. Снижение памяти, нарушение когнитивных способностей. То есть, грубо говоря, человек не сможет познавать информацию, у него будет ухудшаться память, у него будет ухудшаться настроение. Это такая зона невроза, неврологические проявления. Будут постоянные головные боли. Потом присоединяется декомпенсация со стороны соматического нашего тела. Необоснованный набор лишнего веса и стабильно грустный взгляд на жизнь – это только лишь цветочки. Люди с хроническим недосыпом не только дарят низкую продуктивность работе, тем самым ухудшая экономику государства. Они зачастую приобретают такие страшные заболевания, как диабет, язва и гипертония. Количество инфарктов и инсультов у людей с небольшой продолжительностью сна возрастает в десятки раз. Декомпенсация в организме рано или поздно всё равно произойдёт. Поэтому если уже организация такова, что без ранних подъёмов не обойтись, нужно позаботиться о правильном режиме. Встаёте в 3, значит, обязательно ложитесь в 8. Брать кредит у здоровья не вариант. После смены не заставляйте себя бодрствовать. Обязательно найдите возможность вздремнуть. Идеальным здесь будет время до 50 минут. В медицине такой сон носит название «дренажный». Это выход, чтобы подарить тонус своему любимому организму. Одна бессонная ночь требует компенсации в течение недели. Если мы говорим про тотальное отсутствие сна ночью, это не так уже и безопасно, поскольку пока человек ещё есть адаптационный ресурс, он может какое-то время держаться. Но когда человек работает по смене в течение 20 лет, безусловно, он уже имеет хронические заболевания. Помните, что заботясь о 8 часах сна в сутки, вы начнёте терять вес. Ведь регуляция специального гормона и аппетита станет правильной. Риск сердечной недостаточности снизится почти на 50%. Диабет обойдёт вас стороной. Вы практически распрощаетесь с простудными заболеваниями. Ведь иммунитет при достаточном сне значительно возрастёт. Возрастёт и ощущение счастья. А значит, жить при прочих равных вы будете дольше. А это, пожалуй, единственное, что имеет ценность.